По последним данным, противостояние канаков с французскими полицейскими в Новой Калейдонии привело к гибели уже шести человек. Около двухста человек были задержаны. Десятерых предполагаемых организаторов погромов поместили под домашний арест. Как отмечают СМИ, в общей сложности четыре дня протестов принесли ущерб в 200 миллионов евро. Это примерно 2,5% ВВП региона. Были разграблены многие супермаркеты. Начались перебои с поставками продуктов питания. В магазинах столицы выстроились большие очереди. Некоторые супермаркеты ввели ограничения по количеству людей. «Я опечален нынешней ситуации в Новой Калейдонии. Ситуация настолько плачевная, что там некоторым пациентам трудно проходить лечение из-за отключения электроэнергии. Это действительно грустно. Чрезвычайное положение всё ещё сохраняется, а это оказывает влияние на повседневную жизнь населения». По итогам совещания премьер-министра Франции Габриэля Аталия с председателями Палат парламента и парламентских фракций планировалось 11 июля доставить в Новую Калейдонию Олимпийский огонь. Однако СМИ сообщают, что, учитывая нынешнее положение на острове, эстафеты Олимпийского огня в преддверии летних игр во Франции не будут проводиться в Нумее. Верховный совет также объявил на острове военное положение. Сообщается, что в Париже приказали военным взять под охрану все стратегические объекты острова. Между тем Франция обвиняет в происходящем Азербайджан. Глава МВД Жераль Дарманен заявил, что якобы Баку причастен к антифранцузским демонстрациям. При этом он не смог представить никаких доказательств. К сожалению, как обычно, как стандартно, Франция будет находить виноват, где угодно, только не в Сибири. Такой же подход был на Саперной Африке, где страны, как Нигер, Мали и Букино-Фазо, когда они затребовали, чтобы французские войска уехали, ушли из их стран, это Франция считает, что пропаганда, это результат пропаганды. Реальность, реальность другая. Реальность это связи с тем, что это колюнзаз, это колюнзаз, который продолжается, это народы, экономические условия народа, коренных народов, которые не учитываются, и поэтому спешка населения. Раньше я считал, что это мышление, это тип мышления президента Макрона, сейчас больше и больше понимает, что на самом деле тип мышления элиты Франции. Эксперты считают, что переложить на других ответственность за ситуацию Новой Каледонии – это проявление слабости со стороны Елисейского дворца, который запутался в своих приоритетах, желаниях и намерениях. Они хотят суверенитета, свободного развития, своего выбора, то есть их лишают права выбора. И что это называется демократия по-французски, если это демократия по-французски, то она никому не нужна. Даже самой Франции она не нужна. Очень примечательный мотив заключается в том, что общественные силы Франции, они не поддерживают курс Макрона в отношении и Новой Каледонии, и Южного Кавказа, той же самой Мартиники, не знаю, Корсики и так далее, потому что времена колониализма ушли и канули в лету давным-давно. Как отмечают эксперты, Франция, обвиняя Азербайджан во вмешательстве в дела других стран, демонстрируют свою дипломатическую несостоятельность и хаос в политическом истеблишменте. Таким образом, Франция позиционирует себя поборником свободы, но при этом веками угнетает народы, проживающие на территориях бывших французских колоний. Антифранцузские демонстрации Новой Каледонии начались после того, как парламент Франции принял закон об извинении порядка выборов в местное законодательное собрание. Теперь правом голоса обладают и французы, которые жили в Новой Каледонии в течение 10 лет.